Сегодняшнего дня вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые призваны заставить задуматься некоторых автомобилистов. Речь о любителях острых ощущений, которые своим поведением на дорогах создают угрозу для жизни окружающих. Подобные действия получили определение. В правилах опасное вождение. В документе прописано и что именно считается агрессивной ездой. Уже осенью станет известно, какое наказание ждет нарушителей. Авторы поправок пообещали, что ответственность будет серьезной. Александр Батухов подробнее. До сегодняшнего дня такое резкое торможение в суде можно было списать на случайность. Теперь у этого нарушения есть название – опасное вождение. В дополнение к пункту 2.7 правил дорожного движения выделены 6 видов агрессивной езды и даны определения. Это так называемые шашки, когда происходит многократное перестроение на большой скорости в плотном потоке. А необоснованному резкому торможению перед другим автомобилем дали название «воспитатели». Есть еще нервяки, терапыги, грядки и упертые. Возможно, звучат эти наименования и забавно. Вот только последствия такого вождения весьма драматичны. Новая норма ПДД, объясняют в госавтоинспекции, будет вводиться постепенно, пока в законе появился только запрет на опасное вождение. Позже введут и наказание. Его обещают сделать суровым. За данный вид нарушения ответственность должна быть выше, чем за отдельно взятое праворушение аналогичного плана. И поэтому предложили правительству санкции в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В ведомстве не исключают и лишение прав, и введение уголовной ответственности за опасное вождение. Тем более, что подобный вид наказания действует во многих зарубежных странах, как, например, в Австралии или Великобритании, где за агрессивную езду могут посадить на два года. Доказать факт опасного вождения можно будет только при помощи видеосъемки. Причем фиксировать правонарушения смогут как инспекторы, так и сами водители. Видеофиксация будет трех видов. Первое, у нас на улицах все больше видеокамер стационарных, которых, в общем, несложно запрограммировать и под какие-то другие операции. Второй вариант – это видеокамеры, которые установлены в машинах ДПС и в машинах скрытого патрулирования ДПС. Ну и третий вариант, на который хотят сделать основной упор – это гражданские, скажем так, активисты. То есть простые автомобилисты, у которых стоит видеорегистратор или смартфон, или еще какой-то прибор для регистрации. Для мобильных устройств будет разработано специальное приложение. Причем многие эксперты уверены, что оно будет пользоваться большой популярностью. Похожая программа уже сейчас работает в Татарстане. Сделанную съемку можно тут же отправить в ГАИ, а позже получить отчет о принятом решении. Сегодня мобильное приложение скачало уже более 55 тысяч пользователей. Более 65 тысяч различных уведомлений по различным составам поступило в систему. Несмотря на то, что пока нормы ответственности за опасное вождение находятся только в разработке, в госавтоинспекции предупреждают – водителям в случае нарушения не всегда удастся отделаться. Лишь предупреждением. Привлечение к ответственности будет осуществляться в соответствии с кодексом. То есть не как за опасное вождение, а как за конкретное одно нарушение права дорожного движения. И алгоритм действий наших сотрудников будет уточняться, будет совершенствоваться. И я думаю, к моменту принятия изменения законодательства по ответственности механизмы будут наработаны. Скорее всего, новая норма правил дорожного движения заработает в полную силу уже осенью этого года. Именно к этому моменту в Государственной Думе обещают принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, где и будут прописаны наказания за опасное вождение. Александр Бутухов, Сергей Золотавин, Артем Тихонов и Дарья Рыбакова. Первый канал.